Сегодняшний наш ролик выйдет такой в качестве блога. На самом деле, давно пора уже завести дополнительный такой лайв-канал, но всё на это не находится времени. Да и работы, вы видите, у меня очень много. Для примера, в этом месяце это уже седьмой видос, а выйдет ещё один, я вас уверяю. Давайте сделаем таким образом. Те, кто смотрит только строительную часть моего канала, тогда вам нужно немножко подождать. Буквально один-два дня, и я допилю уже классный видос про прачку. Также хочу сказать, что очень много проходит мимо вас, потому что я не считаю эти видосы какими-то важными. Например, возьмём вот простой элементарный спойлер. Было вот так, стало вот так. Буквально одна секунда. Ну а прямо сейчас я вам покажу видос, который был снят полторы недели назад, но за неимением места, куда его выложить, я решил опубликовать его на своём строительном канале. Ну, я начинаю, по-моему, повторяться. Поехали! Друзья, время 9 вечера, и наша семья зачем-то решила подготовить нашу собаку к Новому году. А так как у нас Бобс живёт на улице, его надо немножко помыть. Элина, как его полноценная хозяйка, решила первый раз завести его в дом. Друзья, сразу скажу, мы не издеваемся над нашим лабрадором, он правда любит улицу. То есть даже в минус 10 он просто спокойно спит на снегу во дворе, ему это нравится. Запускай! Так, давай сначала. Да, кот убегай, хомяки убегайте. На улице сегодня жарко, поэтому я на эту авантюру подписался. То есть, в смысле, на улице дождь идёт. Феном хорошенько просушим, и поэтому проблем не будет. И, кстати, Джек у нас даже не в будке спит в тёплой, он чаще всего у нас спит просто под навесом. Иди ко мне, 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 пойдём, пойдём, пойдём. Пойдём, пойдём, да пойдём, Джек, боится. Пойдём, 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 иди ко мне, иди ко мне, иди, иди сюда. Иди ко мне, иди. Всё, я разрешаю, Джек, сегодня можно. Так, я сейчас пока закроюсь. В общем, насколько я надрессировал собаку, что он знает, что нельзя в дом, нельзя на веранду. Так, Джек, мы тебя сейчас помоем, мы тебя высушим. Да он, честно говоря, и не грязный. Он у нас воняет чуть-чуть. Очень. Ну, да, перед зимой можно помыться. Красавчик мой. Слушай, ну запах от него есть, да. Ну, я говорю, что он воняет, только он не грязный. Я не представляю, чтобы он жил у нас в доме. Да, нормально он, блядь. Он всё, еду ищет. Ладно, отпусти, пусть, пусть, пусть. Это у него традиция. Котя, прости, но твоя еда вкусная для нашего бобса. Нифига, кот нас дольше-то ел. Недели две, наверное. Джек, да ты не торопись так. Чтобы, для примера, сегодня я был у родителей, и там живёт Алабай, наш Алабай. И папа кормит его точно так же, как нашего лабрадора. То есть, у нас получается две тарелки в день. То есть, утром и вечером. И в конечном итоге корова и спортивная собака. Я не понимаю, почему такая разница. Может, мы много мяса доем? Нет, у нас мясо, он хорошо. Да он, он конь, смотри, вот сверху просто коняга такой. Нет, лучше козу его точно. Друзья, я вам сейчас видео выложу. Помните его прям буквально в июне? В июне просто маленький хомячок, а? Что сейчас выросло-то, а? Всё, пойдём мыться, Джек. Пойдём наверх мыться. Пойдём. Джеки, пойдём. Рядом, малыш. Рядом, пошли, пошли наверх. Помнишь, как по лестнице подниматься, Джек? Конечно. О, бодренько. Хороший. Пойдём, медведь. Пойдём. Можно, можно, можно. Закрой дверь, сука. Я почему? Чё, сын не ожидал, да? Мыть мы будем? Да, мыть будем. Он запухался, пока поднимался. Ты мой хороший. Ты мой пёсик. Давай мы тебя подсъесим. Сейчас мы тебя помоем. Фу, ты воняешь, честно говоря, природой. Я пошла зайдем. Знаешь, чем он пахнет? Сеном из его будки. Да, кстати. Я хочу на нём спать. Давайте оставим его на ночь. Давайте правду оставим его на ночь. Дочь, мы если на ночь его оставим, он что-нибудь у нас съест. Нет, мы его в комнате закроем. Так, значит, где-нибудь накакает. Не ожидал, да? Ты просто не ожидал, пёс. Он такой мужистый, мужистый. А как мы его поведём на улицу? Не, мы его высушим сначала. А, мы его высушим. На улице дождь, сын. На улице плюсовая температура. Поэтому мы его хорошо просушим феном. И потом отправим. А можно мы сначала с ним поиграем чуть-чуть дома? Можно. Сейчас ты будешь чистая собака. Медведь. Слушай, ну он реально конь вообще. Сколько ему сейчас? Девять? Ему девять месяцев. Девять месяцев. А ты просто уже тернозавр. Ты такой классный, Джо. Когда я без одежды. Чего кашляешь? Да, да, да. О, псяха. Сейчас со мной полезешь в ванну. Будем мыться с тобой, джакузи принимать. Я тебе включу прям режим гидромассажа. Друзья, но ещё раз говорю. Это никакое не издевательство над животными. Просто собаке реально в доме жарко. Ему очень нравится на улке. Да там подшёрсток. Смотрите, какой подшёрсток. Ну... И ещё я звонил заводчику, тот, кто нам продавал этого пса. И он сказал, что его мама, его папа, все живут на улице. Вообще без проблем. И в минус 40, и в минус 30 и так далее. Ну всё, всё, дочь. В общем, он весит больше тебя, мне кажется. Смотри. Ну 40, а я 35. Он 40 весит? Ну больше даже уже. Надо взвешить его. Ты как его поднимешь? Легко его поднимал. Вы знаете, у меня какой вопрос? Как мы его запрём в эту ванну? Я подниму его. На дно клади все эти дела. На боковинке не надо, на дно только. Лапа будет снять. Не будет, мы ему скажем сидеть и всё. Так, сын, снимай. Купаться, купаться, Джей, снимай. Снимаешь? Нет, давайте я. Блин, сам вздалер. Возьмёшь его? Всё, ложись. Нам очень поздравляют. О, Джек, круто, да? Он сейчас же будет это делать, вот так. Нет, наверное, не будет. Будет, будет, Жень. Похладнее, похладнее делай. Да, да, да. Джек, лежать, лежать. Вот так, вот так. Похладнее, да. Ой, ты моя псинка. Ты моя псинка любимая. Сейчас он будет трястись, Жень, я тебя уверяю. Сейчас нам будет беда. Да не надо теплее, это же собака. Хотя бы чтобы это, такой. Пам, он снегу валяется. Подожди, ему надо ещё намокнуть, или он ещё промокло. Джек в шоке просто. Да, хорошо, он давно не купался. Он же любит купаться. Он в шоке, правда, тыл сольные в глаза. Он вышел со мной делать столько праздников сразу. И торты, и в дом пустили, и моют. И столько людей сразу. И когда ему вот так делаешь, у него просто... Джек, ты рад? Ты в шоке, да? Помогите, что происходит? Ты в шоке. Это не в будке сидеть тебе. Но он из будки выбежал сейчас. Ты знаешь, я думал, что он был бы рад, если бы, хоть каждый день его так мыли. Хочешь сегодня переночевать у нас? Давай мы сейчас посмотрим твое поведение. Я же говорил. Он когда на улице, он намного быстрее себя ведёт. Ну то есть, а сейчас он спокойно просто лежал. Как он быстрее? Он прям бегает, бесится. А сейчас он просто спокойно. Да он просто офигел от счастья. Давай, сейчас мы будем ему мылить. Просто мыло скотчь. Осторожнее, в уши не попадите. Это очень опасно для животных. О-о-о. Папа, ну блин, будь осторожнее, потому что нам реально выше может попасть. Скажи, что мы сошли. Что они со мной делают? Они, наверное, меня хотят съесть после всего этого. Давай, ловочка. Ну, не, знаете, он специально... Я тебе говорю, мам, мам, он вот так прикладывает. Не, ему реально приятно. Он раньше удивлялся, он сначала удивлялся, а сейчас уже спокойно. Ну, давайте сначала там, потом вот тут еще ждем. Слушай, как летом он будет круто на речку ездить. Вот я, кстати, этим летом боюсь по клещам. Теперь он такой конь, что у него не найдешь уже. Дело в том, что ему просто его надо... Вкалывать сразу мы будем. Почему нет? С апреля прям начинать его поить. Так, мам, говорили же докладно. Смотри, сколько уже грязи, а мы еще его не мыли. Мам, еще и чаще мыть. Нет, не мыть его, надо таблетками поить. И тогда даже если его укусать клещем, ему будет пофиг. Мам, а доктор же говорил, что нужно вкалывать ему... В начале лета. Нет, можно не колоть. Уколы, это очень для них для иммунитета плохо. Давай его кухними, другой снег. Повернись, Котик. Сидеть, сидеть. Джек, сидеть. Джеки, сидеть. Сидеть. Одну листу, но только вот с этой стороной, чтобы его... Маняй чем-то. Джеки, мам, посади его, пожалуйста. Да, посади, он уже подрываться хочет. Сидеть, сидеть, малыш, сидеть. Вот, умница моя, красавица. Красавица. Чем она умница, слушай, лапки тебе тоже надо помыть. Слушай, я уже ногти себе все почистил. Давай, вот так. Ты сейчас такой станешь чистой, красивой. Вот с этой стороны поплухи. Что, можно открыть этот выхлопной? Да, Никит, откроешь там? Папа, подожать. Подавай зубную щетку, будем зубы чистить. Сын, давай свою. Джеки, дай лапу, лапу. Джеки, это Никиткина. Джеки, лапу, лапу дай, дай лапу. Дай другую. Нет, другую лапу, вот так вот. Ополоснуть лапу, молодец. Тут не промыли, тут мыло прям, видно. Мне того протирать, можно? Нет, Джеки, стоп, стоп. Рано, Рано, Джеки, рано. Стой, малыш, сейчас мы лапушки здесь ополоснем. Жопку ополоснем. Я не знаю, сколько у него надо шампунем вылечить. Он вообще не пах. Нет, он высохнуть должен. Нет, он высохнуть. Джеки, а что он его пьет? Он просто такой, я буду вот так. Тогда я не буду дергаться. Если меня хозяин будет держать за морду, я буду спокойно. Яйки-курка? Да, яйки-курка. 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 Слушай, ну я хочу сказать, что он не такой уж и грязный. Я думала, там будет прям чернота течь. Нифига, нормально. Слышь, черномазый. Ты, окажется, не такой черномазый. Да, конечно, он же валялся в снегу. Давайте еще и коза помоем. Кость, короче, а коз, коз, я-то тут при чем? Как я-то под раздачу попал. Тима. А что, сейчас сфера будет? Рано, рано, рано. Подожди, надо его отжать. Никита, переборай. Выключаю. Давай он посудомойку. Мишка. Посудомойку. Если он сейчас вылезет из ванной, он начнет трястись. Ну, в смысле. Значит, разбегаемся. Нет. Надо накрыть его. Давай этот. Подожди, вставай, Джеки. Какое полотенце? Никита, давай полотенце. Ну, реально ему страшно, ребят. Да не, что ты его главный враг. Все, мазечка моя. Все, макароси. Это его прав детство. Основную сейчас ему. Макаросу снять, а сейчас все равно все. Ты что меня кусаешь, братан? Он одеяло кусает. Джек, пойдем дом покажу. Пойдем, что хочешь посмотреть? Смотри, хочешь комнату, смотри. Это комната Никиты. Это не надо туда. Джек, это комната Никиты. Не надо туда. Да, вы не паникуйте. Давай, корова, спускайся. Все. Сейчас мы тебя просушим сначала хорошенько, а потом уже... Все, Джек, успокойся. Ложись, отдыхай. У тебя сегодня спа-процедуры. Ты можешь сегодня отдыхать. Главное, нигде не какать. Джеку, короче, конечно, очень прикольно дома, потому что мы с ним. Но ему жарковато здесь. Джек, иди сюда. Ау, иду. Так, у меня мысль. Смотри, в рамках нашей спа-процедуры я предлагаю подстричь ему ногти, а потом обработать их гравером. То есть, ты вообще ему стресс в день решил устраивать. Так, друзья, ну, конечно же, вы поняли, что я просто сегодня хочу в этом видосе еще рассказать о своих новых покупках. Эта покупочка будет использована только летом. Так, ну, а гравер DKRT350ELSD, я думаю, что в самых ближайших видео вы у меня на канале увидите. Я подумал, чего нам ждать далеко. Смотрите, вот эти косяки, которые на полу у меня получились, я думаю, это видно. Видно? Нет? Немножко плитка выпирает. И все. И теперь никто не поранится. Ну, что поделаешь, раз я такой косипора. Бывает. Ну, вот тут положил я вот так плитку. Ну, тут еще надо в оправдание сказать, что и геометрия ее не особо. Но теперь, зато на новогодних танцах, которые у нас обязательно будут, никто не порвет свои колготки и носочки. Вот так. Ну, и как обычно, ссылки на все мои приобретения из видоса вы можете найти в описании под этим выпуском. Ты хочешь на улицу, что ли, Джек? Потому что ему нельзя, мы будем говорить, что ему нельзя. А так пусть он паникует. Слушай, а что он паникует? Смотри, он прям... Ну, он не паникует, он незнакомое отношение, понимаешь? Джек, 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 садись. Все, 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 все. Надо его изучить. Ему же надо изучить, он здесь не был. Джек, нельзя. Сын, убирай все подальше пока, он может расхлистать все, что угодно. Он парень, у нас полгода жил в диких условиях. Он, видишь, он паникует, это как Дарька ее, когда выпускаешь из ее валили. Сколько варежек бесплатно, бесплатно. Их не надо добывать, они вот лежат. Их не надо добывать нельзя, и все, и он... Да, Тима, зайчик, иди сюда. Пить хочет, может. Зайка, налей ему водички. Найди тазик оранжевый из туалета, возьми и налей ему водички. А, братан, спасибо тебе за душ. Сидеть, Джеки, сидеть, малыш. Да ему жарко уже, он... Ну, мы, конечно, его не выпустим, пока он не просохнет. Да, то есть часа полтора-два он побудет дома. На улице сегодня плюс 4 градуса. Где, скажи, он? Где он? Пьет, да? Да, пьет, конечно. Он не пьет, он хлебает. Ай, фу, по всему дому, а! Да, тебе, Джек, надо все-таки преподать курсы этого этикета. Не, у нас, заметила, все животные ведут себя так. У нас кот лакает вся стена мокрая. Да, да. Этот лакает... Смотри, он просто с него течет, он лакает, а с него течет. Да, течет! Да, с тебя же течет, Джек, ты же пьешь, как свинтус. А как вот, если бы он жил... Они что, все так и все вокруг мокрое? Да не дай бог так. Просто ты, знаете, не понял? Ничего не поменялось, собственно. Вот так и пил бы. Ну, как-то так, друзья. Не знаю, честно говоря, наверное, мы упустили момент воспитания, что с лета, да, он на улицу, и там этикет не нужен. Конечно, он где захотел походить, где захотел попить. Лапу попроси. Дай лапу. Может, так и продукты может есть? Дай другую руку, да, и тогда он другую лапу даст. Вот. Смотри. Никакой, мне надо ешь. И давай, и отряхнись, Джек, и отряхнись, это будет короночка твоя. Сколько у чувака сейчас запахов, да, разных вообще. Друзья, ну надо в свою очередь показать вам. Это Евгения, а сзади нее, посмотрите, партизан. Партизанен. Где твой Аушвайц? Покажите свои Аушвайца. Когда вы это животное уберете отсюда? Так, что, вкусные сковородки. Он облизал у нас все разделочные доски, Жень. Обожаю собаку в доме. Это прям вот собака должна жить в доме. Жень, убери воду, пожалуйста. Он опять сейчас там все разольет. У него какой процент высыхания шерсти сейчас? Да, еще очень долгий. Еще долгий? Там нет, да, 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 конечно. Вот так, вот так лабрадоры любят своих хозяев. Кстати, друзья, что прикол, у меня такого не было ни с одной собакой, которых я держал. А поверьте, мне держал я много. У меня был док, у меня был ротвеллер. Ну не у меня, в моей семье. У нас был водолаз. И ни одна из этих собак, когда бежит к тебе навстречу с любовью, они все останавливались. Лабрадоры не останавливаются. Вот, то есть, вот эти 40 килограммов, которые бегущие тебе навстречу, они просто продолжают бежать. У них такое ощущение, что ты как бы, ну, типа, привидение. Ну, то есть, когда Джек встречает меня и бежит ко мне навстречу, он просто либо сбивает меня, либо очень хорошо протирает мне какую-нибудь бочину там, как своим боком. Вот. А вот таким образом он обычно приветствует своих хозяев. То есть, да, ему тепло, ему хорошо, ему нравится. Он, смотрите, каждый день мы добавляем ему рыбий жир и по 5 капсул вот этой штуки. Но я не думаю, что эта штука дает ему вот такой, такой прикуп к весу. Он у нас не цепной пес, он бегает по всей территории. 15 соток полностью в его распоряжении. Бегает он постоянно. То есть, когда мы ночью спим, у нас то здесь датчик движения включится, то здесь, то вон там. То есть, видно, что он весь периметр контролирует. Лает он постоянно. Это самая лающая собака, я таких не встречал. Застесняли. Застесняли. Он даже, знаете, наверное, может быть, мы как-то привили сами ему это чувство, но когда мы только выходим на улицу, он сразу находит себе врага и убегает куда-то лаять в сторону огорода. Что он показывает хозяину, что он... Что он полезен, что он, да, что он не просто так живет на этом свете. Что я вот, видишь, охраняю, лаю. Ну, честно, я после алабая, потому что я очень люблю породу алабай, туркменский сау-алабай, это моя прям любимая порода. И когда мы завели лабрадора, я думал, ну, будет какая-то размазня. Но, Джек, ну я рассказываю, а ты вот так, да. Но этот товарищ реально достоин уважения. То есть, он лает, он боевой, он нападает. То есть, он недавно совсем гонял собак на нашей территории, которые к ним к нам пришли. И главное, он уважает своего хозяина, да, Джек? Эй, эй, алло. Алексей, уважаешь хозяина? Слушай, я ни разу не видел, чтобы собаки вылизывали себя. Так делают коты. И еще, друзья, один вопрос. Он у нас самец, но писает, как девочка. Ну, в смысле, присаживаясь. Это пройдет? Это пройдет к году? Может, он еще маленький? Ему сейчас сколько? 9, да, у нас? 9? И главное, что, друзья, кот всегда на улице боится Джека. Но тут Джек сейчас был прям на расстоянии с 10 сантиметров. И кот отнесся к этому просто, что, ну, ты в моих гостях? Теперь ты в моих гостях? Я могу тебе за это накидать? Смотрите, он даже не щемится. А на улице кот всегда убегает. Это какая-то просто интересная история. Джексон, он не будет с тобой играть. Он здесь хозяин, он тебе здесь накидает. Смотрите. Все, Джек, ты дома, ты дома, ты дома. Все. Показали, как он убегает. Нет, нет, стоп, ты неправильно. Вот так. Смотри, он прям хочет наулку. Открывай. Он сейчас в свою будку на улице жара. Вперед. Спасибо, ты заходи, если что. Не, он к себе. Слушай, ну, по сути, смотри, вот сейчас просто для примера. Сейчас на улице дождь. Я считаю, что если бы мы из плюс, там, 20 выгнали его в минус 30, то это, конечно, для собаки чревато. А на улице плюсовая. Он сейчас вышел, его дождь намочил, он просто отряхнулся и такой, и пошел в будку свою. В будке у него жара, вон, смотри. Смотри, смотри, ты. А, вон, он еще не пошел даже в будку, ему здесь кайфово. Он просто ловит удовольствие. Хочешь обратно? Иди. Пойдешь? Мне скажи, лучше вы ко мне. Хочешь к нам или мы к тебе? Не, мы к тебе не пойдем, братан. Ну все, что, давай, до завтра. Давай, до завтра, дай лапу. Лапу дай, лапу дай. Дай лапу. Неудобно? Ну все. Давай, пока, пока, Джек. Пока? Скажи, пока. Скажи, пока. Ладно, все, давай, до завтра. Все? Или пойдешь сюда. Или домой. Или еще послушнешься. Джеки, пойдешь сюда? Нет. Пойдем, Джеки. Джеки, Джеки, Джеки. Иди ко мне, мальчик. Иди сюда. Иди ко мне Ладно, я больше не пойду сушить Нет? Пойдешь еще? Нет Братан, выбирай, быстрее только Ну что, будешь заходить? Нет Джек, все, давай домой Правильно, все, давай домой Все, сам выбрал, пока СПА-процедуры на осень закончены Теперь будем весной его мыть Не, мы очень удачно это сделали, я считаю Потому что на улице не холодно, комфортно И мы его помыли перед зимой Можно было, конечно, это не делать, но Ну мы хотя бы проверили, как оно Ну да Друзья, ну все, мы попрощались с нашим замечательным Бобсом Отправили его на улицу, вы это видели Обещаю вам, что на этой неделе у нас обязательно будет еще один выпуск Посвященный уже стройке Поэтому не расходимся, скоро все будет Так, ну я с вами прощаюсь через пару дней Как обещал Все, пока, пока